По дороге к Белой Скале маленькая остановочка возле Суворовского дуба. По легенде, именно здесь, под этим дубом, состоялась встреча Суворова и представителя турецкого паши перед сражением, в котором Суворов со своей 10-тысячной армией победил 40-тысячную турецкую армию. Дубу 800 лет по некоторым источникам. Сейчас пойдем его потрогаем. Ну вот, собственно, здесь эта легенда описана. В 1776 году ханом Ногайских орд становится сражин Шагин Гирей и со своим отрядом Стамане вступает в крепость Еникале. Русские войска под командованием Суворова шли от перекопа вглубь Крыма. Узнав о большом скоплении турецких войск, севернее Карасу-Базара, он направился в этот район и разбил лагерь на левом берегу реки Биюк-Карасу. Короче говоря, полководец не стал медлить. Если они договорились, что сражение будет, он в тот же день начал военные действия и благодаря его одному маневру окружил противника. Конница турок отступила в горы, а турецкие войска в Каафул, то есть Феодосию. Это дуб, под которым по преданию великий военачальник вел переговоры, стал своеобразным памятником истории одной из самых почитаемых святынь русского Крыма. Кто под суворовским дубом не бывал, тот крымского царя лесов не видал. Вот так вот. Ладно, пойдем обойдем. Тут скамеечки есть. Можно посидеть, полюбоваться. Суворовский дуб. Ну а тут, короче говоря, дофига народу, которые ходят и тоже хотят прикоснуться к святому. Суворовский дуб.